всем привет тут на днях мне пришло письмо на электронную почту и зрительница канала спрашивала какими клипсами я пользуюсь когда прививаю огурец на лагинарию и так как у меня самый первый опыт покупки клипс был не очень удачный поэтому мне конечно проще показать самые первые клипсы я заказала через интернет магазина продавались они по 100 штук в пакете и вот как раз они были неудачные выглядят они вот так так нажимаете и делаете захват на прививку ну во-первых я начну быстро расскажу что пришли они бракованной из 100 штук было 27 бракованных все сфотографировала отправила в интернет-магазин они согласились с этим вернули в течение трех дней мне деньги и оставили также в моем распоряжении все эти клипсы но по итогу я ими не пользуюсь просто они лежат и все конечно я их первый раз попробовала и они также были неудачны и при проведении прививки мнение когда вы соединяете привой и подвой во первых она полностью не охватывает и а то что она охватывает садится настолько плотно что прекращается все сокодвижение и просто-напросто привой увядает потому что сокодвижение не происходит в общем неудачные клипсы вот они у меня вот так в этом в этой коробочке валяются просто жалко выкинуть следующий мой заказ это уже в другом интернет-магазине приобрела два вида клипс выглядят они вот так одна клипса это ромбовидная а другая овальная обе клипсы неплохого качества вот так нажимаете очень удобны в применении потому что вот эти ручки они довольно таки длинные и очень удобно с ними работать и у этой и у этой клипсы если сравнить эту очень все маленькое и очень неудобно и эти клипсы конечно внешне мне очень понравились в применении они отличаются клипсы которые я постоянно работал это овально она мне понравилась больше полный захват привое и подвое очень такое натяжение небольшое и поэтому растение не сжимает сильно но достаточно сильно сжимает чтобы они могли хорошо держаться между собой чтобы произошло сращение так называемое ромбовидную тоже использовала но как-то вот она мне не пошла вот овальная мне больше понравилась хотя и эту я тоже использовала и она тоже неплохо садится в общем со второго раза я купила клипсы те что мне нужны чтобы срезать растение у подвое и у привоя я использую бритву рапира если вы помните очень долго я ее искала не могла нигде найти в продаже все продается в станках в одноразовых вам наводка купить ее можно в газетном киоске где продается мне кажется все я лезвие разрезала пополам и этой частью где я держусь пальцами я закрепила изолентой чтобы не порезаться уже март месяц пора собрать семена улагинарии выглядят они вот так вот такие темные они все уже готовы конечно если семена светлые я их брать не буду вот так они выглядят а вот эти темные они уже пригодны для посева и здесь вот так это все выглядит вот такая подушка здесь и вот вытаскиваешь как собственно говоря так у тыквы и все и собираешь точно так же как семена тыквы просушиваешь и все и можно уже сеять семян довольно таки много потому что сама лагинария крупная эти семена я буду использовать для прививки конечно же не все прививаю я для себя совсем немного но семена лагинария очень хорошо сохраняет схожесть и на второй и на третий год поэтому мне этого хватит мне еще задавали вопрос под видео например стоит ли заморачиваться с этой идеей как прививка огурца на лагинарию я хочу сказать так что лагинарию я выращиваю ежегодно не только для прививки а и и с целью декоративных вот таких кубышек я их высушиваю вот эта кубышка уже высохшая видите полностью она внутри пустая можно делать какие нибудь изделия вот такая она длина шея или например вот такая кубышка все готовые изделия просто уже отдала раздала поэтому вот такие остались это прошлогодняя кубышка у меня вот так она выглядит тоже она полностью высохшая значит в любом случае я лагинарию выращиваю в любом случае я выращиваю огурец и для меня вырастить оба этих растения и потом привить вообще не составлять никакого труда и вот тебе привитой огурец получается еще был такой вопрос если разница между привитым огурцом и непривитым я в прошлом году огородный сезон 2018 снимала видео но это было знаете такие видео в логовую рассказывала чем отличается показывала огурцы у меня в теплицах как я их высаживала одновременно привитые не привитые у меня даже был один огурец привиты на тыкву особой разницы между лагинарии и тыквы я не увидела поэтому не буду больше на тыкву прививать буду использовать вот лагинарию вкратце скажу что разница в теплице было во первых растения которые были привиты я их убрала самыми последними первые уже кусты которые постарели это были просто огурцы не привитые они у меня ушли из теплицы первые уже в последних рядах уже были удалены привитые во первых во вторых когда я вырывала растения убирала их земли то по корню было колоссальная разница или я вырвала из земли огурец где была корневая система система минимальная и она этими тонкими корешками в принципе осталось земле и когда я убирала уже привитый огурец на лагинарию там его я еле вырвала из земли был как у тыквы большой стержневой корень придаточные вот эти которые ветвящиеся корни были тоже мощные то есть корневая система была в раза в пять наверное а то и больше мощнее чем просто у огурца какую-то разницу по урожаю привитых и непривитых огурцов знаете в теплице это очень сложно заметить я в этом году буду выращивать привитые и непривитые огурцы ну это для сравнения конечно же в открытом грунте все таки вот открытый грунт он точно на сто процентов покажет потенциал этих огурцов а вообще на вопрос делать прививку на огурец или не делать это во первых для интереса мне было это прежде всего интересно не для того чтобы получить урожай там ведрами или что-то еще а сделать такого рода эксперимент сделать самую прививку попробовать получится не получится это оказалось для меня интересным поэтому в этом году я также продал буду продолжать прививать огурец на лагинарию почему бы нет или почему бы не попробовать и понять для себя стоит это делать или нет вот такое короткое видео я хотела сегодня записать ответить на некоторые вопросы и у меня на этом все я желаю вам всего самого хорошего и всем пока